Российские войска продвигаются в восточной части Углидара, пытаются закрепиться в многоэтажках, об этом пишет украинский военный паблик Дипстейт. Также идут попытки давления с правого фланга, но пока они не добрались до города, добавляют эксперты. По информации паблика, единственная пока еще свободная для ВСУ дорога на Богоявленку взята под огневой контроль России. И украинский военный с Позаным Мучной ранее писал, что россияне намеренно не перерезают эту трассу, они пытаются пробиться сразу к Богоявленке, куда ВСУ могут отступить от Углидара. Правда, вот в обновленной сводке украинский военный паблик Дипстейт сообщает о том, что россияне таки вошли в Углидар Запада и Юга. Паблик добавляет, что в западной части города российские военные вывесили свои флаги. В свою очередь российские паблики также сообщают о том, что армия России захватила западную часть Углидара, взяв под свой контроль квартал многоэтажек. Исходя из публичной информации, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию и обстановку? Фактически Углидар потерян. Увы, но это так. Это только вопрос времени. И теперь главный вопрос это сохранить жизни людей. Ведь, ну, допустим, тот же Юлиан Рёбки может там оптимистично говорить о том, что есть еще шанс удержать Углидара, но все-таки он находится в Германии, довольно далеко от театра боевых действий. И, наверное, Углидара никогда не было. Чтобы понимать, что такой Углидар, это там город полтора на два километра. То есть пешком можно обойти там менее чем за час. Очень компактный город. И, соответственно, если уже русские зацепились за многоэтажки, то есть вы оттуда не выпустили. Ну и самая главная проблема, то, о чем говорил еще на прошлой неделе. То, что как только продавили фланги, судьба Углидара была предрешена. Что теперь остается? Остается одна дорога с твердым покрытием. Нет, остается одна дорога, но там между позициями россиян буквально полтора, километра полтора. Это означает, что эта дорога будет находиться под огневым контролем. То есть из всего. Беспилотники, стрелковое оружие, минометы и так далее. То есть отходить сейчас в этой ситуации, ну, собственно, это будет побоище. Вот. Насколько там послухом, якобы вчера такая команда на то, что вытягивает людей уже, пошла. Но вопрос, сколько так продержимся и какие контрдействия будут с украинской стороны. В конце концов, 72-я бригада черные запорожца, одна из лучших вооруженных сил. Там еще части 68-й бригада. Ну, гарнизон не такой же многочисленный, но все равно. Такие потери будут очень болезненны. Как бы там ни было. То есть повторяется та же история, которая была с Авдеевкой. Когда слабо из политических соображений удержания Авдеевки упустили тот момент, когда могли выйти безболезненно, без серьезных потерь. И уходить пришлось тяжело и с потерями. Вот та же история повторяется и сейчас. Важно было показать, что во время визита президентов Соединенных Штатов Америки, что Углидар держится и так далее. Но упустили тот момент, когда можно было безболезненно отойти. Ибо потеря города, да, это неприятно, это тяжело, это плохо. Тем более, что Углидар, по сути, это угловой столб нашей обороны. То есть там, где сходится точка, где сходится Восточный и Южный фронт. Военные понимают значение таких узлов обороны. Но главное сохранить боеспособные части. То есть сохранили армию, сохранили ее боеспособность, еще ничего не потеряно. Поэтому, как говорится, надеемся, что хлопцы выйдут, потому что без больших потерь, ну, как говорится, остается уповать, как говорится, на волю Божию, как говорится, в таких случаях. Потому что ситуация, да, действительно очень тяжелая, прямо трагическая. Поскольку это, называя Вече своими именами, оперативное окружение. Это еще не котел наглухо захлопнутый, но оперативное окружение тоже ничего хорошего. Нормально осуществлять логистику в такой ситуации невозможно. Еще раз говорю, одна дорога не с твердым покрытием. И то, которая находится под обстрелом. Значит, любая техника, которая там появится, с вероятностью близкой к 100%, будет уничтожаться. Ну, это то, что происходило зимой в округе Авдеевки, мы все тоже хорошо помним. Ну, и понятно, и другие точки фронта не радуют. Ситуация там под Купинском, как говорится, угроза. Вчера была потеряна Невская, то есть, а дальше Боровая, то, о чем мы говорили ранее. То есть, когда наш плацдарм на левом берегу Авскова окажется рассеченным. Но, главное не допустить каскадного обрушения фронта. И ключевое теперь, по большому счету, это четыре города. Толенск, Мирноград, Селидово и Покровск. Я думаю, начнут с Покровск, с Селидово. То есть, там тоже охват с трех сторон, и будут пытаться сделать так же, как с Углидаром. Вот это то, что будет происходить в ближайшие недели. Но, я думаю, что в ближайший месяц Покровск еще продержится. И основные, наиболее тяжелые бои будут проходить как раз вокруг Селидово и Мирнограда. Ну, с утра сегодня Мирноград тоже подвергся обстрелу. Вот, ходят упорные слухи, что готовится якобы наступление на Запорожье. Ну, учитывая то, что город подвергся массированным ударам с помощью корректируемых авиабомб. Давно такого. Ну, били по территории Моторсечи. Довольно большой завод до войны. В лучшие времена в нем работало более 20 тысяч человек. Одно из базовых предприятий для Запорожья били туда. И попало и по жилому сектору. То есть, это еще не факт. Да, многие воспринимают начало такого ракетно-бомбового террора, как преддверие наступления. Не факт. Харьков живет в такой ситуации практически более двух лет. Но на сам Харьков пока не наступает. Вот, равно так и Запорожье. То есть, это еще не факт. Да, могут попытаться там в районе Времеевского выступа, там Орехов, но, как говорится, на каждом могу рассказывать о том, что вот Запорожье вот-вот будет там. Завтра пойдут на Запорожье, я бы не стал. То есть, у нас хватает тех, кто нагоняет панические настроения, в духе все пропало. Но, как бы, оставлять в ситуации, когда вот эти, совершенно очевидно, тенденция массированности вот этих ударов кабами, ну, что остается, если у кого-то семьи с детьми, там, женщины, старики, ну, лучше уж, как говорится, в этой ситуации их увезти из города. Да, потому что теперь Запорожье становится зоной риска, равно как и Кривой Рог. Андрей Владимирович, по поводу Глидара, украинский военный Станислав Бунятов, ссылаясь на бойцов 72-й бригады, который как раз вот воюет на этом направлении, говорит о том, что сейчас идет штурм с трех сторон, Водяное, Пречистовка и Павловка. Командование обещает ротацию уже за неделю, но постоянно оттягивают из-за внешних изменений, говорят, держаться. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до самого Глидара. По ним сразу работают очень много тяжелораненых, которых вынести пешком под дронами нереально. Также множество двухсотых лежат просто под, просто по дорогам. У военных заканчиваются продовольствия боеприпасы. Единственный вариант – планомерно оставлять позиции и с боями выходить хотя бы тем, кто может это сделать. Это вчерашняя информация, но вечером, опять же, прошел такой, опять же, полагаясь на соцсети, что пошла команда на отход. Что там происходит, мы не знаем. Я могу сказать одно, что ситуация с Глидаром – это вопрос к военному командованию. Именно на их совести вот эта трагическая ситуация, поскольку, как говорится, там назревает, и город охватывает, но это было видно еще более двух недель назад. То есть, было время отреагировать. Очевидно, либо нет резервов, либо, как это у нас очень часто говорится, по политической целесообразности снова давляло над военной необходимостью, либо это просто банальное, как говорится, рукожопство и галлотяпство, как это очень часто у нас, как говорится, в реальной жизни случается. Ну, факт есть факту, то есть, тут проблема не в бойцах, те, кто упорно держался, а, собственно, тут проблема тех, кто не организовал, не сумел поставить на фланги боеспособные части, которые противник, среди, легко продавил. Ну, и кадровое решение, давайте напомню о том, что накануне, вот как раз, когда кризис вокруг Улидара подошел к критической точке, снимают командира бригады Винника. И кого ставят на его место? Ставят на его место экс-комбрига 14-й бригады, да, у него был опыт боевых действий, но тогда и война была, за два года война очень серьезно изменилась. Потом он был одесским военкомом, ничего не смог сделать, там, с устоявшимися схематозом, с круговой порукой, быстро убрали, отправили в отстойник туда, заниматься физической подготовкой личного состава, то есть чиновничая должность, ну, кажется, это, знаете, в любом ведомстве есть отстойники, куда сбитых летчиков направляют. И вот теперь вот этого, ну, собственно, комбрига ставят на 72-ю бригаду, когда там, как говорится, все вокруг горит и рушится. Андрей Владимирович, да, справится ли он с этой задачей? Ну, мне кажется, что ответ очевиден. Андрей Владимирович, завершая наш обзор ситуации, которая складывается на фронтах российско-украинской войны, давайте также обратим внимание на информацию. Украинские военные пишут еще со вчерашнего дня о российских атаках в районе Волчанска, где вооруженные силы Украины недавно взяли агрегатный завод. Заявляется, что атаки отражены. Также украинские паблики сообщали, что россияне атакуют на флангах в Волчанске. Ну и оживился фронт в Курской области. Российские паблики еще с прошлых выходных сообщают о новой волне атак России, которые идут по трем направлениям. Ну, по-моему, собственно, подход российского командования совершенно очевиден. Создавать, периодически создавать точки напряжения, на которые будут растекаться скудные украинские резервы. Ну, тем более и мы сами этому помогли. С Курской операцией это попытка перевернуть шахматную доску, которая, как говорится, началась за здравие, но, как я и предполагал, к сожалению, там развитие ситуации тоже не оптимистично для нас. И без того вполне, как говорится, дефицитные резервы вооруженных сил оказались еще и задействованы на Курском направлении, ослабив тем самым Покровск, Курахово, Угледар. Так все мы увидели. Возможно, как раз те боеспособные штурмовые части, оснащенные современной техникой, хорошо подготовленные вооруженные, могли бы пригодиться как раз под Покровском и под Угледаром. Но, очевидно, какие-то... Спустя время, спустя годы мы узнаем, какие соображения, может быть, отсутствие каких-либо внятных соображений двигало вот этими решениями. Но выглядит, конечно, все странно. Противник, с одной стороны, все делает для того, чтобы растащить наши резервы, выискивая слабые места, где слабо. Он там уже, как говорится, как сочеретина было, развивает успех. Ну, а мы им еще в этом помогаем, еще увеличивая протяженность линии фронта. Вот такая вырисовывается ситуация по факту. То есть, это не упрек военным, который там на нуле, но это упрек тем, кто принимает решения. Вот, выглядит оно именно так. Какая, может быть, там какая-то высшая логика есть, но, опять же, это снова потери территории, потери личного состава. И, собственно, цель, которую так много и хорошо, и красиво говорил наш президент, границы 91-го года, она становится нечто, ну, сродни построению коммунизма.